Армения В горах здесь живут все, поэтому здесь в принципе все живое приспособилось к горным условиям. И вы в этом обязательно убедитесь. Но давайте не будем забывать, что мы в гостях, мы в Армении. Поэтому прежде чем забираться в заповедные дебри, следует сказать несколько слов об этой удивительной стране. Армения Его называется Бергинзель, остров гор или крыша над снежными нагорьями. С высоты птичьего полета нагорья предстает перед нами бесконечной чередой высокогорных хребтов, межгорных впадин и речных долин. Такое своеобразие рельефа объясняется активной вулканической деятельностью, которая, кстати, прекратилась здесь сравнительно недавно. Последнее извержение вулкана здесь произошло в 1441 году, чуть более пяти столетий назад. Эти горные хребты – граница национального парка Дилижан. В этом году ему исполняется 50 лет. В 1958 году на отрогах горных хребтов в системе Малого Кавказа был образован государственный заповедник. Теперь здесь национальный парк. Похоже, что мы попали в Армению в самый разгар бабьего лета. В средних широтах оно уже давно прошло, а здесь, сами видите, пауки, паутинки. Эх, красиво! Совсем недавно мы рассказывали вам о том, как далеко могут залететь паучки на своих паутинках. А вот теперь и сами увидели, как далеко. Горные перевалы им не помеха. Вот молодцы! Горные лесные массивы Стараются заповедать. Вот и здесь так. Посмотрите, какая красота! А лес здесь, между прочим, разный. А это уже и сам город Дилижан. Здравствуй, национальный парк!